Ну, а это вообще карта простецкая. 15 минут у нас в Багимине. Я думаю, мы всякие вот такие вот домики еще успеем посетить по пути. Все мне кажется, что если я прыгну в такую водичку, то он утонет. А там, оказывается, видно. Видно, ну, воды всего... Ой-ой-ой, колючки. Воды всего по щиколотку. Та ёпперес, это не поменял я на... Ээээ, кто такой? Это свои? А, это Кадиллак. Что-то у тебя полный, полный рюкзак. Чтобы выбросить предмет, выбери то, что тебе не нужно. Нажми вверх и... Удерживай вверх, нажми кнопку стрельбу. Нифига себе. Тут, блин, на джойстике столько кнопок, а они придумали такую жесткую систему. Нам, например, мне шприц вот этот не нужен. Хм. В принципе, работает схема. Так. Побираемся 4. Устанавливаем. Взрываем. И мы победители просто. Мы каралии, каралии, этой ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Килограммы взрывчатки, теперь я понял, эти ящики это взрывчатка по всей видимости Есть подозрение, что наверное стоит прихватить с собой Немного С4 Странно, да? Я так его тактично только что перепрыгнул А за тугачики в спину ножом не получилось Ха, ну а вот с оружием, пожалуйста С одни стрельба, я не буду Да, с Т4 я не ошибся, пригодилось куда дальше Давайте сначала вниз А знаете, в чем самая блом? Ну, во-первых, у меня нет взрывчатки А второе, сейчас она появится опять на этом Я не знаю, что это бурильный какой-то танк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Уровень, короче, по сбору не особо отличается от уровня по освобождению заложников. Карта тоже самая, делаешь то же самое, только вместо заложников собираешь какой-то шлаг. Карта эта, информацию с ней считать нельзя. Да ну что ж ты делаешь? О, блин, у меня еще и жить не оказывается, заканчиваются, я забыл совсем за это. Так, вернемся на базу, первым делом поменяю пушку. Привет, Данил. Да, игруха, ну не могу сказать, что прям, ну, необычная, наверное, неправильная в основном стиле. Как бы таких игр было всегда навалом. Сейчас она как бы смотрится необычно. Так, еще три мне осталось собрать. Игруха, кстати, прикольнее, если играть в нее четвером по сети. Тогда веселее все-таки получается. А, вот они, вот эти бегуны. А я думаю, что за нож мне дали? Теперь все стало ясно и понятно. Прикольно, что оружие можно кратить. Да, согласен. Вот я, когда, помню, ее выбирал, ну, я, это была игруха у меня отмечена в понравившихся. То есть я хотел в нее поиграть. Тогда я в Metal Slug пару бил. И мне хотелось что-то подобное вот такого, такого жанра такого, ну, такого типа игра. Я ее добавил себе в понравившиеся, ну и потом приобрел. И потом она долго у меня лежала, вот это вот, пришел ее в возник час. Решил я все-таки посмотреть, что она с собой. И одно из того, ну, почему, почему я заинтересовался ей, то, что тут был крафт. Я такой еще, я ее сравнивал просто с Metal Slug, да, мы такой думаем, о, там есть крафт, вообще круто. Ну, ну, трейлер этой игрухи, он вообще зачетный. Вот, играется она, не могу сказать, что прям так же круто, как выглядел трейлер. Там они прям раз-два, но я просто немножко ожидал, что тут будет другой геймплей. Я думал, все-таки она больше похожа будет на Metal Gear, где, ой, на Metal Gear, на Metal Slug, где противники умирают с одного попадания и так далее. Но тут немного другого плана. Они придумали игровой процесс, но он очень тоже здоровский. И я уверен, когда я прокачаюсь, а, я прокачаюсь, поэтому по-другому быть не может. Нужно, кстати, нож было брать большой. Вот этот нож Второй мировой войны. В общем, когда я прокачаюсь, я уверен, что будет легче гораздо продвигаться по сюжету. И враги не будут казаться такими хардкорными, потому что сейчас они реально тяжелые. Ну, приходится по 10 выстрелов в них делать, чтобы они погибли. Все, победа. И что я сделал? Я выполнил, наверное, все задания. Основное и дополнительное тоже. Так что давай качайся. Ну, качайся. А, я не нашел 4 дерева из дополнительных миссий. Главное задание я выполнил. Дополнительные 2 стекла нашел. А вот с деревом я немножко прозевал. Так, добыл новые материалы. Здорово. Я сделаю из них крутые пушки. Что в С-10 заберешь себе? Тут у них спор пошел. Будут они пушки или ножи делать? Ага, понятно. Я сделаю, короче, оружие для того, чтобы король, это так зовут нашего главного героя, я напомню, мог мощными выстрелами, короче, победить клешню и выгнать его с этого острова, а не порезать его ножом на обед. Ножи это первобытные и тихое оружие, you can't fit. Также можешь с помощью них отбивать пули. Ты можешь мне показать пистолет, который на это способен? Так, тихо, вы двое, назад за работу. Да, сэр. Так, а ты, король, отправляйся. Надо было его как-то по-другому назвать, что-то я не подумал. А, его можно переименовать, но я думаю, на следующем стриме мы так сделаем. Так, а то король какое-то имя. В общем, а ты, отправляйся на миссию и... Ну, и не отклоняйся от поставленной цели. Так, как я и говорил, давайте, наверное, пушку поменяем. Я до сих пор прохожу призраков, сложновато. Ну, кооперативные игры, кооперативные игры, конечно же, легче проходятся, когда ты играешь в них в кооперативе. Тут к гадалке не ходи. Так, я думаю, штормовая винтовка, артиллерийский джаггер какой-то. Я думаю... Мы все-таки вот это возьмем, потому что там что-то скорость какая-то падает. Вот это вот оружие, у него 176 идет атака, по сравнению с 97, которые у меня были до этого. Сейчас я буду всех ложить налево и направо. А что касается, Даня, призраков, то... Ну, вы знали, на что подписываюсь? Иисус, бачили очи, что брали, ишь ты хочешь повылазь-то от этого. Ты ж знал, знал, что придется там попотеть. Так, ну, по-моему, с пушкой у меня теперь все покруче. Вот! Вот это другое дело. Серьезно, вот теперь дела пойдут. Так, бай-бай-бай, рационщик, аж пять штук. Лития не хватает, гляньте, я там мог что-нибудь смастерить уже интересного. Чуть-чуть осталось. Так, теперь еще, наверное, нажим нужно глянуть. Да-да, просто надеялся, что ни одному придется попотеть. Ну, ты же знаешь, что у меня нет этой игры. Так что я тут помочь не могу. Ну что? Вроде я качнул... А, да, точно, переименовать. Переименовать нашего этого... Чик-чик, как его там звать? Нашего главного героя, короче. Мы его назовем Бро. Ёпарасты. Я думал, клавиатура выйдет. Вылезет. И я, в общем, нажму буковки. А оказывается, тут придется... По стариночке... Вводить текст. Давненько я так не писал, но... Ностальгия такая приятная. Теперь нашего главного героя зовут Бро. Так что все... Все зашибись. Теперь полегче. А то король, кинг... Бро, бро. Ножи еще. А, ножи я уже посмотрел. С ножами у нас есть... Один нюанс. У меня нет денег для того, чтобы купить ножи. А, мне нужно сначала миссию выбрать, а потом... Потом мы сможем поговорить с Бобби. Ну что, железный солдат уничтожить. Это миссия, короче, уничтожения. Айронсайд говорит, что офицер-клешний в лагере... В каком-то, короче, вражеском лагере. Take him out. Уничтожь его. 20 минут нам на это дается. 800 баксов награда. Ну что, давайте посмотрим, что это... За солдат такой. Сделай это. Так, а у нас тут масса черепов. Их то ли четверо, то ли... То ли у нас есть тут противники, которые... На самом деле, не те противники, которые нам нужны. Да, пулемет это... Это совсем другое дело. Вот это уже веселухно прошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот кто ты такой? Это аватар. Блин, блин. Знаете, что было только что? Моя ошибка. Мне было схавать рацион, а потом кувыркаться. А я... С перепугу... С перепугу клыкнулся прямо ему под колеса. Под его... Ну, в смысле, под лапы его, под ноги. Что у него там было? Ну, когда безлимитные патроны, серьезно. Даже... Даже респаун не страшен. Пусть когда у тебя пулемет, плюс безлимитные патроны, ну... Все становится гораздо легче. О, нифига себе. А я думал, как смотреть вниз. А правым аналогом, оказывается, можно будет камеру. Вообще фантастика. Так, ну... Давайте еще разок попробуем. Как только отклоняться... Как... 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 Как убегать? Ага. Не понял, а где? А где противник? Странно. Как и сбегать? Бэк-бэк? Бэк-бэк! Га-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот о чем я говорю Он уже внизу Так что тут Он не засудячится Один так по чуть-чуть По чуть-чуть, но уходит Пока я к нему добираюсь Субтитры сделал DimaTorzok Вот блин, сволота Он убежал уже с той точкой Вот, вот Вот он Так и как, как он прыгает Или что он делает Блин, выиграет Жизни он дофига Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты Да что ж такое, что ты будешь делать? Так, что он там отвалил? Он убежал Теперь нам надо, да, дальше его искать Где он снова тут появился Появился он Налево бежать Ну прикольно Ну прикольно, прикольно Прикольно, но тяжеловато Что-что думал, думал полегче Тут у нас и время Зажали просто со всех сторон И жили на исходе И еще его нужно найти Пляха, муха Вот это было неприятно Только, чтобы получить Кулю в спину Кажется, когда я смотрю карту Игра не останавливается Ну, я как бы подозревал это Материал уже на 100% Игра Счет-счет-счет Ну, сильно я только что Покалечился Да еще и к боссу не добежал Ну, не могу я не засейвиться Ну что, этот батл продолжается Нет, нет, пошел вон Что он делает? А, это победа Не, я думал он меня все-таки Там в углу Ножакой своими И зарежет Но мишен компли И всего-то ушло 10 минут И там 37, по-моему, секунд Да, 36 Вот Ну что, было прикольно Я немножко не дотянул Я бы мог экстра-объектив Эй еще выполнить Если б нашел еще один Кусок металла Но, к сожалению К сожалению Торопился я убить босса Мне казалось, что В 20 минут я не уложусь The Tin Man has been crushed like a king can Well done, king А что, king, если бро? Я его переименовал Короче, мы его победили Как консервную банку Был, как консервная банка Был скрыт этот противник Барон знает Мы не боимся Клишни И этот остров Не спрячет его Не будет укрывать его вечно Полковник Я обнаружила Какой-то сигнал В джунглях Или на тропе Джуглей Кто-то в бегах И клешня Послал Снайпер Отряд снайперов Чтобы мы не могли Подобраться Близко Посмотрим Что это такое По-быстрому отпразднуй Король И отправляйся Короче На вертолет Те снайпера Могут доставить Намного неприятностей С босса что-то выпало Честно говоря Я не углядел Но, наверное Что-то выпало Например, очки Наверное С него выпали Блин, ну я доволен Вот этим оружием Реально пушка крутая И я рад Что ее можно Увеличить Улучшить Еще Это очень здорово Блин, а вот здоровье Немножко не получается Качануть Медленнее Стрельба Но мощная Даже не знаю Под ней мигало Что-то с трехствольной А я прозевал Наверное Я не успел Это подобрать Так, ну что Попробую с этим Тогда побегать Пулеметом Тут, кстати, можно Так, так Сейчас Одну секунду Пропасти Ну, немножко Я поменял Опять Тут Есть у нас Кстати Видите Грипп Эйсет Сейф Эйсет Короче, можно делать Несколько Сетов оружия Блин Данил Данил Говорит, что Что-то Выпало Похоже на Мини-ракетницу Я прозевал Это Честно Честная Честная Пионерская Блин Че-то Я не доглядел Берд Берд Шот Что это Такое Не Не Совместимо К сожалению С этим Оружием Но Значит К чему Мы другому Будем Его Лепить Потом Так Ну а Это Я Понял Опять А ну-ка Дайте Еще Раз Глянем Скорострельность Мы можем Менять Скорострельность Ну тогда Мы теряем Теряем Мощность Ну давайте Попробуем Со Штормовой Линтовкой Побегать Штурмовой Штормовой Говорим Так Снова Мы купим Рацион Может На этот Раз Мы Все Так Сможем Нифига Нифига Я не могу Опять Прокачаться Жалко Так Ну что Берем Очередную Миссию Снайпер Спот Замеченные Снайперы Называется Убейте 8 Одноглазых Джо Джо Каких там Снайперы Мешают нам Расследовать Источник Мистического Сигнала Так что С ними Придется Разобраться Дается нам На эту Миссию 20 минут Поехали Ой Ножи 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 Блин Ну и цена У него На ножики Ни на что У меня не хватает Ну точнее Там на какие-то Ножи хватает Но там Материалов Не хватает Там помимо Цен космических 500-700 Баксов Еще нужно И материалов Иметь там По 8 5 10 Единиц Дофигища Получается Так Что нам Говорит Карта Карта Нам говорит Что Ищи Снайперов Сам Ну окей Зверьки Вот эти Они меня Бесят Серьезно Зачем Мы Придумали Зачем Придумали Что Они Могут Наносить Урон Ладно Бегали Так Для Фона Ага Вот Первый Снайпер Лешал Чего Мы Снайпер У parte Став Идем по часовой стрелке Было принято мною Волевое решение двигаться по часовой стрелке Нет, зафигачит меня Это хрень сейчас на ровном месте Ну, не на совсем ровном Не совсем ровном Там у нас какие-то колючки, колья Блин, надо было еще Собою аптеку взять, что-то я Взял только рацион Вот еще один снайпер Два Еще шесть Ух ты Хитер Раствор хитер Так, я говорю, подчасовый Значит, нам Сюда Первым делом Бан мне кажется снайперов я тут не встречу а нет вот он наш одноглазый джо баловин судьбы думал улизнуть от короля наемников так 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 начинается и и и и и и и ухты короче если бы я с другой стороны припер сюда то я мог бы запрыгнуть наверно так атака блок что-то я вам рассказывал что правым аналогом нужно камеры управлять вот вот только что нельзя было теперь снова можно как-то странно подчасовой а значит нам сюда а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Shit, shit, shit Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Или нет? Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну чуть-чуть не добежал я там до конца локации Ну, нормально Кстати, тут у нас в конце пишут, сколько прошел я, это 9 минут 5 секунд И самое быстрое время 3.30, но кто-то реально торопился Я понял, зачем тут добавили таймер в игру, для того, чтобы можно было ее как бы спидранить Именно без особых усилий, скажем так Вот, ну я таким, конечно, ну как это интересно, но я сильно не увлекаюсь Так что мне этот таймер до одного места, короче, так Ладно, пулемет нормальный, мне пока что все устраивает Дистанция стрельбы длинная получается Тут есть и средняя, и длинная выставлены Если, кстати, поменять вместительность, то будет 180 атака Может есть у нас, а там всего 2 патрона На 2 патрона в обои не меньше, но зато атака 180 Хотя оно, наверное, то на то и выходит, но поменять Прицелов никаких Патроны эти не подходят Birdshot not compatible Кстати, вот у нас получается Какой-то кислотой патроны наполнены Но тогда падает до 160 И мощность выстрела, странно Но кислота, это ж, наверное, круто Я подумаю насчет кислоты Давайте, наверное, что мы сделаем Купим рациона Пять штук Пару аптек И био-био улучшения И снова нифига Не хватает у меня материалов Где же их искать? Ножи Тоже засаду с материалами, ну ладно Так, миссия, миссия Давайте Дальше Выполнять Био-биологист Миссия называется Это миссия встречи Чопи определил место локации сигнала Короче, мандракей project base Какой-то базы мандракей Расположенная в джунглях В общем, туда мы и отправимся Поговорите С биологом Биологист, он же биолог Му-аут 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 Вот Ну и Локация достаточно простая Я смотрю, тут у нас С4 коробки Короче, точнее Вижу, у нас тут расположены Желтые коробки Так что С4 Будем Будем пользоваться С4 Ой, блин Сильно Слишком сильно Снимают колючки Жизнь Больше чем Попадания Пулями Против Блин, а я аж набил Полный карман Как обычно Что-то мне кажется Тут Слишком долго Я Настреливал Блин Ну, придется Наверное Рацион Оставлять Что-то мне кажется Что-то мне кажется Боже мой! Субтитры сделал DimaTorzok 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 схеме. Сначала смотрим, что тут можно улучшить с оружием, если что-то можно улучшить. Чтобы поменять все-таки на более ближнюю дистанцию, но на более мощные выстрелы. Интересно, вот это все-таки кислота, но... Сначала биологичка, это что? Нифига, мы не можем сделать. Давайте попробуем, ладно, с кислотой, что оно делает. Ну, не знаю. Так. А, я не установил ее. Ну, теперь что-то происходит. Ладно, посмотрим. Ножи, нажи, дайте ножи. О, новый нож. Пицца-каттер. Резчик для пиццы. Или вот этот вот. Наш второй мировой войны. Я его хотел. Давайте его и возьмем. Здоровый такой тесак. Миссия, миссия, миссия реально бесконечная. Добавилось еще три. Посмотрите, список. Я думал, мы как бы уже подходим к концу первой этой миссии, которая рекрует называется как-то так. Нанимательство, что-то такое. Ну, давайте, ладно, охотник. Биолог знает расположение сокровищ, спрятанных глубоко в джунглях. Найди их раньше, чем плешня. Дайдите 10 золотых монет. На это нам дается 25 минут. Локация руины. И еще дополнительное задание. Соберите 4 монеты серебряных. Друзья, но это мы продолжим уже в следующем видео. Огромное спасибо всем, кто встал на компанию на Twitch. Огромное спасибо всем, кто будет смотреть это видео на YouTube. Для вас играл Андрей Броскей. Немного с подсевшим голосом, чего я сам от себя не ожидал. Как-то это в процессе, блин, трансляции проявилось. За это сорян. В общем, продолжим самое ближайшее время. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Ставьте лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok